Дружные аплодисменты, улыбки, позитив и огромное количество наград. Шесть кубков, девять личных призов, медали, дипломы. Прошедший сезон запомнится всем одним эпитетом – уникальным. Соперничество и мастерство команд поднялось на более высокий уровень. Матчи стали острее, напряженнее. За медали сражались 5-6 команд. Главные триумфаторы сезона – игроки и тренеры футбольного клуба «Молния». Команда впервые в истории соревнований завоевала сразу четыре трофея. Основной состав выиграл чемпионат, кубок и блиц-торнир закрытия сезона. «Молния-2» победила в соревновании команд группы «Б». Президент и играющий тренер «Молнии» Александр Акимов считает, что чемпионская игра пришла по ходу соревнования. Важнейшим моментом успеха главной команды стал прогресс молодых игроков. Они быстро нашли общий язык с опытными футболистами и в решающих матчах лидеры «Молнии» сыграли по-чемпионски. Они со своей стороны тоже повысили к себе требования, начали играть гораздо более стабильно. Поэтому я думаю, что вот это еще привело к тому, что внутренняя конкуренция сыграла очень хорошую роль. В результате в решающих матчах чемпионата «Молния» победила основного соперника, футболистов команды «Поселка Входной», выиграла важные поединки у клубов «Рентген», «Искра-2» и «Беркут», завоевала золотые медали. Награды сделали со смыслом в виде прямоугольника. Четвертый титул к ряду, столько же побед в сезоне, плюс личные награды. Александр Заика – лучший вратарь, Даниил Горбачев – нападающий. Призы молодым игрокам вручил воспитанник клуба, а ныне один из лидеров РТШ Владимир Лешонок. Отметил для себя, что много молодых ребят. Ну и, наверное, это главный плюс, что надо популяризировать футбол среди молодежи, чтобы ребята приходили, играли на этом уровне и добивались успеха. Серебро чемпионата впервые завоевали футболисты «Поселка Входной». Командой много лет руководит опытный тренер Сергей Новиков. Входной быстро прибавляет в результатах. В минувшем сезоне команда выиграла Куба Комска, в этом с четвертого тура лидировала в чемпионате, но немного сбавила ход на финише турнира. В итоге команда «Поселка Входной» на второй ступени пьедестала, а игрок клуба Павел Фирстов признан лучшим защитником чемпионата. Многое стало получаться, состав немножко собирался почаще. Во втором круге, да, подвели травмы, конечно. Ну и немножко надломила нас одна игра, а так хороший сезон проведет. Открытие турнира «Команда Сибирь». Футболисты пропустили минувший сезон по финансовым причинам, но не потеряли любовь к футболу. Тренировались в свободное от работы время, в этом году нашли и средства, и поддержку федерации, вернулись в чемпионат, продемонстрировали потрясающую самоотдачу, сражались в каждом матче, прибавляли в мастерстве, показали отличный результат во втором круге соревнования. 8 побед в 9 матчах, Сибирь – бронзовый призер соревнования. Эмоции переполняют, замечательный турнир. Второй круг сыграли хорошо, это будет как вызов в следующем году сыграть намного лучше. Острое соперничество в группе «Б», борьбу за медали также вели несколько команд, победила «Молния-2», призеры определялись по дополнительным показателям. Авангард Атон завоевал серебряные награды, сборная ветеранов омского футбола старше 50 лет – бронзу. Мы еще, будучи в таком возрасте, можем собраться, самое главное – собраться. Ну и, как показал вот этот турнир, достойно начали и закончили турнир. Для нас это очень много значит, что мы в призерах. Уже четвертый год играем, и вот попали в этом году в призеры. Поддерживать форму спортсмены будут в зимних турнирах по мини-футболу. Новый чемпионат Омска стартует весной 2020 года. Владимир Истомин, Сергей Пайхалов, Антенна 7.